Интересные факты о спутниках планет. Посмотрим. В нашей Солнечной системе спутников планет насчитывается несколько сотен. Не все из них велики и не все представляют интерес для ученых, но некоторые из них поистине уникальны. Ученые даже не исключают наличие жизни на некоторых из них, но наши технологии пока развиты недостаточно хорошо для того, чтобы это проверить. Впрочем, для изучения спутников в последние годы предпринимается немало усилий и наш объем знаний о них неуклонно пополняется. У нашей собственной Земли всего один естественный спутник – Луна. Но есть и непостоянные спутники. Хорошим примером является обращающийся вокруг Солнца астероид 2006, который примерно раз в 20 лет приближается к нашей планете и на какое-то время выходит на орбиту вокруг Земли. Лишь у двух планет в Солнечной системе нет естественных спутников – это Венера и Меркурий. Спутники есть не только у планет, но и у их карликовых собратьев. Например, у Плутона, у Хаумео, у Эриды и у Макимаки. У астероида под названием Ида есть свой спутник – Доктиль, представляющий собой астероид меньшего размера. Он имеет менее полутора километров в диаметре, что делает его самым маленьким в Солнечной системе. Самым большим спутником Солнечной системы является Ганимед, обращающийся вокруг Юпитера. Одно из колец Сатурна практически целиком состоит из ледяных частиц, выбрасываемых в космос ледяными гейзерами его спутника Энцелада. Больше всего спутников из всех планет у Юпитера. Всего их на текущий момент известно 79, но не исключено, что будут открыты и новые. На втором месте стоит Сатурн с 62 спутниками. Вокруг Сатурна обращаются уникальные спутники – Эпиметей и Янус. Ученые предполагают, что некогда они были одним целым. Примечательны они тем, что раз примерно в 4 года они сближаются друг с другом практически до точки столкновения, после чего меняются местами и соответственно орбитами. Через 4 года цикл повторяется заново. Спутник Юпитера Ио является самым геологически активным небесным телом нашей системы. На нем находится около 400 действующих вулканов, и его поверхность представляет собой настоящий ад из раскаленной магмы и ядовитых испарений. Другой спутник этого газового гиганта – Европа – обладает одной из самых гладких поверхностей среди всех небесных тел. Кратеров на Европе почти нет, а вот трещин хватает. Ученые предполагают, что спутники Марса – Фобос и Деймос – являются астероидами, некогда захваченными гравитацией Красной планеты. Покрытый льдом спутник Сатурна – Энцелад отражает солнечного света больше, чем любое другое небесное тело в Солнечной системе – почти 100%. Если где-то в Солнечной системе есть другая жизнь, то вероятнее всего мы найдем ее на одном из спутников Юпитера – в подлёдных океанах Европы или Энцелада. По крайней мере, так полагают ученые. На спутнике Урана Миранде рельеф поражает воображение своим разнообразием, поэтому Миранду часто называют самым уродливым телом в Солнечной системе. На ней есть каньоны, в глубину превышающие Большой каньон США в 12 раз. Первая в истории мягкая посадка на спутник планеты внешней части Солнечной системы была совершена в 2005 году, когда зонд Гюйгенс отстыковался от автоматической межпланетной научно-исследовательской станции Кассини и совершил посадку на спутник Сатурна-Титан. Титан является единственным в Солнечной системе небесным телом, кроме Земли, конечно, на котором уже доказано существование жидкости на поверхности. На нем есть реки и озера, правда, состоят они не из воды, а из метана и этана. Такие спутники, как Титан и Ганимед, превосходят по размерам планету Меркурий. Спутник Нептуна-Тритон – единственный спутник в Солнечной системе, обращающийся вокруг материнской планеты, в сторону, противоположную стороне вращения этой самой планеты. На Европе воды по примерным оценкам в 2-3 раза больше, чем на Земле. У вышеупомянутого Титана атмосфера плотнее, чем на Земле. Она надежно защищает его от радиации Юпитера. И именно Титан, а не Марс, является, по мнению многих ученых, самым перспективным объектом для колонизации в Солнечной системе. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было интересным. Но не забываем ставить лайки и подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok